Меньше значит лучше. Уровень безработицы в Кузбассе снижается. На неделе опубликовали данные статистики и на конец лета. Вот в августе на учете состояло всего-то чуть больше 5%. Меньше, чем в июле. И самое главное, темпы снижения у нас выше. Уменьшается число людей без работы в Кузбассе вдвое активнее, чем в России и Сибирском федеральном округе. Особняком всегда стоит занятость тех, чьи физические возможности, как говорится, ограничены. Но и для такой категории работников, как выяснила Юлия Мухаммедова, в Кузбассе перспективы есть. ОРЗ с осложнениями стала для Ольги роковым. В 10 лет у девушки после болезни начались серьезные проблемы со слухом. Получив инвалидность, она не опустила руки и не сдалась. Сегодня ее заветная мечта осуществилась. Она занимается любимым делом, работает с детьми. Получив образование, Ольга Бастиева устроилась в дошкольное учреждение младшим воспитателем. С детьми контакт нахожу, и если что-то не услышу, у них же детки маленькие, нормально. Можно переспросить или еще что-то. С родителями трудновато. В отличие от Ольги Бастиевой, которая быстро после получения образования нашла работу, Ольге Шатровой трудоустроиться было гораздо проблематичнее. У женщины тяжелая форма астмы. Нужны особые стерильные условия. И в энергетической компании такие создали. Сегодня женщина мастер по стирке и ремонту одежды. Безупречный внешний вид энергетиков – результат ее старания и труда. Люди приносят, которые по мне ставят в пакетах спецодежду грязную. Я ее разбираю, которая почищена, и сортирую, и потом стираю. Стираю, смотрю, где-то надо подремонтировать. Ремонтирую и составляю туда, где чистая одежда. Постоянную работу и стабильный доход только за последние 4 года в Кузбассе получили больше 900 людей с ограниченными возможностями здоровья. К трудоустройству особенных людей в нашем регионе – особый подход. Для инвалидов на предприятиях и в организациях создают специальные рабочие места. По программе «Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда» закупается необходимое оборудование. А руководители, которые взяли на себя ответственность принять коллектив инвалидов, получают по 95 тысяч рублей. Мы финансируем, чтобы оснастить рабочее место для инвалида, мы финансируем работодателя, который вот такое место создает. Сегодня устроиться на работу людям с ограниченными возможностями здоровья гораздо проще. И подтверждение тому только в августе кемеровские предприятия трудоустроили почти 70 человек. Нужно только обратиться в Центр занятости населения или позвонить по телефону горячей линии 35 40 80. Необходимо заполнить заявление на получение услуги, предъявить паспорт и для инвалида дополнительно ко всем индивидуальная программа реабилитации. Если инвалид имеет опыт работы, образования, соответственно, он для того, чтобы подбор работы осуществлялся ему с учетом вот этих его навыков и умений, он может предъявить эти документы. Масштабная программа поддержки людей с ограниченными возможностями в Кузбассе продолжается. Главное, чтобы было желание работать. Яркий пример Ольга Бастеева из Кемерово и Ольга Шатрова из Таштагола. Юлия Мухаммедова, Диана Платонова, Вести Кузбасс, События недели.